В Бердянске в восьмой раз состоялся фестиваль восточных танцев «Экспрессия Востока». Завораживающее красочное действие пришлось по душе не только бердянцам, но и гостям курорта. Единственное, на что сетуют организаторы, отсутствие в этом году участников из ближнего зарубежья. В этом году фестиваль «Экспрессия Востока» едва не оказался на грани срыва. Из нескольких сотен первоначальных заявок поучаствовать в празднике танца приехало чуть более ста участниц. В этом году, к сожалению, приехала только Украина. Только Украина. И то тоже были сложности определенные, да, там, с доехать, еще как-то, потому что у людей такая очень ситуация напряженная. Очень много приехало, кстати, участников из Донецка вот сейчас, вот что радует, да, то есть они не бросили свое любимое дело из-за ситуации в стране, да, занимаются все равно им. Несмотря на определенные сложности, фестиваль состоялся и не изменил своему традиционному формату. В первую очередь, это многочисленные мастер-классы от общепризнанных профессионалов восточного танца и розыгрыш Кубка Приморья. Я приехала из-за детства, чтобы поучиться у более лучших учителей, у самых лучших учителей, как я считаю. У Елены Ромазановой, у Алексея Рябошатко, у Жанны Денисовой, у Дарьи Мецкевич. Я считаю, что они самые лучшие и приехала специально для этого в Бердя. Не могли пропустить такое мероприятие, хоть сейчас в стране очень сложная ситуация. Мы настолько любим танцы и всех призываем танцевать, потому что танцы могут победить войну, потому что танец – это прекрасно. И независимо от того, что сейчас происходит в стране, мы приехали и танцуем. И очень хотим, чтобы был мир. Гран-при восьмого фестиваля «Экспрессия Востока» в номинации «Кандидаты в профессионалы» завоевала дончанка Алена Жохова. Среди профессионалов кубок в Красноармейску везет Наталья Янюк. Завершился фестиваль галоконцертом на главной сцене Бердянского городского дворца культуры имени Тараса Шевченко.